Привет, просветители! На этом канале мы много раз обсуждали проблемы учителей, проблемы учеников. Про студентов и родителей тоже говорили не раз. Но проблема в моем обсуждении проблем образования, филология 80-го левела, заключается в том, что я гуманитарий. Поэтому много слов, эмоций и мало цифр. Вот, теперь лучше. А кто у нас стоит во главе Министерства просвещения? Правильно, бывший преподаватель математики. Ну, год-то он проработал. Поэтому там ничего, кроме цифр. На каждой встрече с президентом 254 тысячи новых школ, 348 миллионов педагогических классов, 245 миллиардов выпускников мечтают стать учителями. Ага, конечно. И мы с вами. Нехватка учителей, плохое значение кабинетов, тотальная перегруженность школьников. Но это все бла-бла-бла. Нам нужны цифры. Поэтому сегодня, дорогие друзья, мы с вами будем учиться считать. Возможно, вам кажется, что вы уже умеете это делать. Вы еще никогда так не ошибались. Дело в том, что мы будем считать так, как это делает Министерство просвещения и Сергей Кравцов. А как оказалось, такому счету ни в одной школе не учат. Но сегодня мы восполним этот пробел. Математика со стоповым... То есть Кравцовым. Небольшой дисклеймер. Если вы все еще верите тем числам, что озвучивают чиновники, пожалуйста, выключите это видео вот прямо сейчас. Мне просто не хочется рушить ничьи воздушные замки. А во-вторых, напишите в комментариях, как вам там, в этом прекрасном розовом мире живется. Кто о чем, а Павел опять негативит. И специальное сообщение для моих любимых правдолюбцев. Ну, тех комментаторов, что кричат про проплатили, западных кукловодов и соевых куколдов. В этом ролике не будет никаких американских методичек, европейских шпионов, информации из секретных источников. Давайте признаем, я для всего этого слишком глуп. Сегодня мы рассматриваем исключительно официальные данные Министерства просвещения. Все вопросы туда, не ко мне. По нам, Сергея Сергеевича Кравцова, можно просто часы сверять. Если я в своем ролике говорю о дефиците педагогических кадров, а я делаю это часто, можете не сомневаться. Вот буквально через неделю министр заявит об очередных победах в деле привлечения молодежи в школу. Его послушаешь, так создается впечатление, что образовательные учреждения просто уже лопнуть должны. Но физически места нет для такого количества людей. Причем это всегда сопровождается цифрами, которые, правда, практически любому человеку, хотя бы отдаленно связанному с образованием, говорят о том, что нами, похоже, сейчас пытаются манипулировать. Судите сами. Открыто, х педагогических классов. А можно, пожалуйста, поделиться информацией? А сколько людей из этих классов учителями стали? Просто факт того, что тебя в средней школе запихнули в будущие учителя, мало что значит. Я вот, например, учился в гуманитарном классе. Так у нас на химические факультеты поступило людей больше, чем на гуманитарные специальности. Потому что нас просто поставили перед выбором. Либо 6 физик в неделю физматия, либо ты гуманитарий. Я гуманитарий, сказал каждый троечник параллели. Люблю ли я литературу? Нет. Историю? Нет. Языки? Нет. Ну, я просто математику больше не люблю. Поэтому я гуманитарий. Следующая порция цифр. Ежегодно педагогические вузы выпускают Y студентов, что на Z больше, чем в прошлом году. Круто. А где информация, сколько из этих выпускников хотя бы до порога школы дошли? Почему этим никто не хвастается? М? Хороший вопрос. И, наконец, мое самое любимое и гвоздь сегодняшнего выпуска. Количество абитуриентов, решивших... И тут должны быть огромные кавычки. Широкоформатный монитор потребуется. Поступать в педагогические вузы. И тут каждый год рекорд за рекордом. Престиж профессии повышается, Владимир Владимирович. Посмотрите, какие фантастические показатели. При этом озвучивается количество не поступивших в пед, а просто изъявивших желание там учиться. Может быть, у кого-то сейчас мозг взорвется. Но некоторые, многие, выбирают несколько вузов. Парочку из них просто про запас. Ну и серии «Если сюда не попаду», то тогда можно и здесь диплом оставить. Но об этом, как вы понимаете, никто говорить не будет. А то циферки уже не такие красивые. И если бы все ограничивалось только этой полуправдой, то, в общем-то, окей. Потемкинские деревни не вчера придумали. Но все гораздо хуже. И вы сейчас поймете почему. Педагогическое образование стало одним из самых востребованных у абитуриентов, желающих его получить на 90 тысяч больше, чем в 2022. Вот уж точно, год педагога и наставника. Вот уж точно. Достижение так достижение. Причина моего сарказма вот-вот станет понятна. Смотрите, какая красивая картинка. И обратите внимание, кто ее опубликовал? Министерство просвещения. А вот и сам текст. На 90 тысяч больше, чем в 2022 году. А теперь давайте попытаемся предположить, что же мы дальше сделаем, мои дорогие любители частного сыска? Вот абсолютное большинство просто порадуется очередной победе нашего образования и пойдет на разговоры о важном. Песни шамана распевать. Но мы не такие. Нам предстоит сложнейшая операция. Путешествие в прошлое. В 2022 году под ведомственным университетом по направлению подготовки образования и педагогической науки было выделено 36 тысяч бюджетных мест. Это столько же, сколько и в прошлом году. И чуть больше, чем в предыдущем. Но что важно, в сравнении с 2021 годом полтора раза увеличилось количество поданных заявлений на педагогические направления и специальности и составило более 370 тысяч заявлений. 370 тысяч заявлений. Вот что нам говорит официальный сайт Минпроса. Все ссылки оставлю в описании. Ну, чтобы вы, если что, проверить могли. А то, знаете, кукловоды, бузатеры. А теперь вернемся вот к этой картинке. А то вдруг вы забыли. Нам осталось только достать наши тетрадочки по математике и записать потрясающий пример. Или задачу под звездочкой. В 2022 году в педагогические вузы было подано 370 тысяч заявлений. А в 2023-м 355 тысяч. Внимание, вопрос. Насколько больше заявлений было подано в 2023-м? Нет, я не оговорился. Именно так. Больше. Больше, Кринжатины, больше. Потому что Министерство просвещения во главе с учителем математики, который мечтал стать врачом, утверждает, что вот это число на 90 тысяч больше. Эээ... У нас тут новые законы математики, не иначе. Кравцов все грозится российское образование на первое место в мире вывести. Так, по-моему, как минимум математика уж точно впереди планеты всей. 355 минус 370... 90. 90 раз хочется мне удариться головой о стену после такого. Вы просто оцените масштаб этого тотального пофигизма. Этим людям настолько на все плевать. Наверное, всем известный мультик детстве пересмотрели. Ладно, и так сойдет. Им даже цифры рисовать лень. Слишком сложно и много мороки. Зачем? Это ж надо предыдущий год поднимать, что-то там добавлять. Нафига? На 90 тысяч больше и все. И все федеральные СМИ об этом расскажут. Кто там будет цифры сравнивать? Ну, явно не они. А потом очередной депутат. Злые блогеры и иноагенты дискредитируют Министерство просвещения. Как я негодую. Простите, а что здесь дискредитировать? Не, ну серьезно, что? Еще раз повторю. Меня совершенно не удивляет, по какому пути идет российская школа и высшее образование. Тут все, в общем-то, очевидно. Вы просто по сторонам посмотрите и новости почитаете. Меня поражает тот зашкаливающий уровень пофигизма. Никто ничего не проверяет. Эти специалисты выпускают материалы для всей страны с географическими ошибками. Орфографическими, фактическими. И когда их буквально носиком, вы их же сами знаете что, они такие, ой, и пытаются исправить. Ну, я вам рассказывал ситуацию с разговорами о важном. Где у нас Узбекистан с Казахстаном местами поменялись. И еще десяток стран. Так вот, когда об этом все стали говорить, на сайте все поменялось. Ну как все? Казахстан с Узбекистаном. А на остальные страны забили. То есть у них даже ума не хватило. Из серии, мы допустили ошибку в этой карте. Может быть мы все проверим? Не, и так сойдет. Все про Казахстан говорили. Поэтому зачем там Армению проверять, Азербайджан? Да ерунда какая. У вас что там? Один человек работает. Какие могут быть претензии к условному Пете на уроке, если Министерство просвещения вот это на всеобщее обозрение выставляет? И тут сразу же несколько вопросов. Вот эти рекорды по количеству выпускников, решивших связать свою жизнь со школой, они с потолка взяты? Или все же человек, который это выпустил, считать не умеет? Но при этом работает в Министерстве просвещения. И его никто не проверяет. Я логику пытаюсь найти. А может быть нас пытались обмануть? Или просто? Или просто? Понятно, что здесь можно было и дальше разглагольствовать, шутки-минутки вставлять, акробатические этюды. Но сегодня в роли клоуна или массовика-затейника, тут уж сами выберите роль, выступает Министерство просвещения. Так что, когда в следующий раз услышите об очередной победе, просто имейте в виду, что, возможно, речь идет об особой победе в Министерской Олимпиаде по математике. И вот знаете, когда кажется, что ниже падать уже просто некуда, Министерство просвещения выходит с какой-нибудь очередной потрясающей новостью. На прошлой неделе Сергей Кравцов заявил, что оказывается в наших учебниках общества знания очень много вот этого западного влияния, псевдолиберализма. Они, внимание, открыли учебник общества знания и узнали об этом. Мне вот интересно. Адекватный человек, который возглавляет образование целой страны, он перед тем, как это сказать, подумал, как это выглядит. То есть, Министерство просвещения в нашей стране вообще знать не знало, что содержится в учебниках, которые они же допустили до школ. Мы не говорим сейчас о содержании. Здесь не важно, что конкретно хочет продвигать Сергей Кравцов в школах. На данный момент он просто признается, что вот мы открыли и увидели. А почему вы раньше не открывали? А кто отвечать за это будет? Ну, головы, наверное, же полетят. Кто отвечает за то, что вот там наверху никто не проверяет учебники? Ну, как так получилось? Объясните, пожалуйста. Сергей Сергеевич, где конкретный список людей, которые ответственны за все вот эти промахи? Кто конкретно лажанулся с разговорами о важном? Ну, вот кто это сделал? Все эти ошибки, которые мы здесь неоднократно обсуждали. Где список людей, которые уволены, которые лишились своей явно, ну, не самой низкоплачиваемой работы? Почему мы о них не слышим? Кто отвечает за то, что никто не проверял учебник общества знания и допустил это тлетворное западное влияние? Ну, просто, знаете, вот вопрос за вопросом непонятно. Вот узнали они просто. Открыли и узнали. Жесть, Иванов. В десятый раз спрашиваю. У меня уже просто сил нет. 355 минус 370. Сколько будет? 90. 90! Какие еще минус 15? Ты у нас самый умный? У меня Министерство просвещения. 355 минус 370. Получается 90. Все записали? Отлично. Ждем следующей новости, прежде чем дальше по математике, по темам продвигаться. У нас тут просто все очень быстро меняется. Поэтому пока повторяем гимн России. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк. Это очень поможет. А если напишите комментарий, то вообще плюс 15 к репутации. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку Бусти. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экране вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и учитесь читать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова